Мои три года не ездила. Я сейчас очень рад. Это открыто. Горница открыта. Я очень рад. Сухбасен Улан-Сесек – одна из первых туристов, въезжающих в Россию после долгих ковидных каникул. В Улан-Удэ ее ждут родственники и друзья, с которыми она хочет вновь посетить места религиозного поклонения, давно ставшими туристическими достопримечательностями Бурятия. Из обеих стран вскоре наберет силу туристический бум, отмечают на таможне. Пункт пропуска уже два года находился, конечно, в замороженном состоянии. Оформление производилось только грузового транспорта. Пассажирское сообщение было замедлено. Единичные транспортные средства проезжали. Но за это время удалось закончить реконструкцию. После окончания реконструкции пропускная способность пункта пропуска увеличивается до тысячи автомашин в сутки. Люди будут следовать лица по комфортным направлениям новым. Разъединены потоки автобусного пассажирского направления, что ускорит процесс следования граждан через границу. Отметим, Россия ввела целый ряд ограничений, которые необходимо строго соблюдать, напомнили в Бурятской таможне. Физических лиц, конечно, это в меньшей мере касается. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что вот эти запреты, они в том числе и распространяются на товары, перемещаемые физическими лицами. То есть фактически гражданам, физическим лицам запрещен вывоз сахара и зерновых культур за пределы территории Российской Федерации. А в каких количествах можно уточнить? Вообще в любых количествах. Еще одно нововведение – это провоз иностранной валюты, эквивалентное 10 тысячам долларам США. Он запрещен, но вывоз российских рублей не ограничен. При этом, если будет превышение эквивалента тех же 10 тысяч долларов США, их нужно будет просто задекларировать. Никакой пошлины за это не предусмотрено. Сейчас же Монголия активно использует транзит через Россию товаров из Европы. К примеру, колонна этих грузовиков, кроме российских товаров, везут фрукты и овощи из Польши и Турции. С данной машиной, которую мы отсканировали, все нормально. Груз соответствует декларации. Все места просчитываются. Посторонних вложений не выявлено. Груз соответствует тем требованиям, которые заявлены в декларации. Не менее строгие требования предъявляет и Роспотребнадзор. Ковидные ограничения существенно смягчены, но до полной отмены речи ни в коем случае не идет. Но уже сейчас понятно. В скором времени ожидается огромный туристский бум по обе стороны границы. Связи братских республик за годы карантина не ослабли. Международный пункт пропуска Океактов все-таки пересекает около 80 автомобилей и порядка 370 человек. Меж тем, 3 апреля начнется курсирование рейсовых автобусов. С 29 апреля планируется запустить пассажирский поезд по маршруту Улан-Ватор-Иркутск. Отметим в данное время приостановленное авиасообщение между двумя странами, но вскоре оно будет возобновлено. Намсарай, намсарай. Сергей Медведев. Новости дня.